Привет, друзья! С вами Наталья Смирнова, инвестиционный советник с горячими новостями за неделю с 17 по 21 января. Неделя была достаточно живой и на российском, и на зарубежном рынках, поэтому не есть что вам поведать. Итак, начнем мы с Соединенных Штатов Америки, где уже с начала года продолжается коррекция и по индексам NASDAQ, и по индексу S&P 500. И основная причина последних коррекций, особенно той коррекции, которую мы видели на этой неделе, в том, что все ожидают, собственно, что ФРС уже в марте месяце повысит ставку первый раз и уже на 0,5%, а не на 0,25%, как раньше предполагалось. И уже все верят, что будет 4 повышения ставки в этом году, а не 3, как раньше считалось. На этом фоне индекс технологических компаний NASDAQ просел уже за месяц почти на 8%, ну, в общем-то, уже можно считать на 8%, ну, а S&P кажется чуть лучше, но все равно это за месяц 4% минус. И я уверен, что это не конец, потому что я ожидаю вполне большую коррекцию, как только будет первое повышение ставки, особенно если это будет 0,5%. Но прям минус 30% я, по крайней мере, пока не жду. Соответственно, будьте, пожалуйста, аккуратны. В открытии очень длинных позиций я не советую сейчас заходить, как говорится, на все деньги в американские бумаги, особенно технологических компаний, но про это чуть позже. Теперь давайте более детально поговорим про отдельных эмитентов, которые мне на этой неделе особенно запомнились. И, конечно же, эмитентом, наверное, номер один будет Netflix. Я говорила на прошлой неделе, что я буду следить за отчетностью этой компании. Я не купила ее до отчетности. Я полагала изначально спекульнуть, что они отчитаются лучше ожиданий, и я смогу, собственно, устроить некий интродэй. Не получилось, ну, в общем-то, и ладно. Потому что Netflix провалился на 20%, на 20, друзья. Вся причина в том, что они отчитались о повышении количества подписчиков за четвертый квартал на 8,3 миллионов, а все ждали 8,5. И акции на этом фоне, конечно, серьезно просели. Более того, есть проблема еще и в ожиданиях от первого квартала 2022 года, потому что компания ожидает рост на 2,5 миллиона подписчиков, а в первом квартале 2021 года, в общем-то, получился почти рост в 4 миллиона подписчиков. То есть рынки видят, что у компании есть замедление базы, прироста базы. И, соответственно, не факт, что бизнес дальше будет процветать. Morgan Stanley, KeyBank и Barclays понизили прогнозы по этой компании опять же в пятницу. И мы увидели на премаркете довольно печальные значения в минус 20, что потом, собственно, на самом рынке и реализовалось. Входить ли сейчас в Netflix или нет, вы знаете, я бы подождала, честно говоря, отчетности за первый квартал. Потому что сейчас есть перегревы, устраивать спекуляции до марта, когда, если повысить ставку, мне кажется, преждевременным. Поэтому я бы не стала рекомендовать сейчас спекулировать. Но, как бы, дело ваше. Конечно же, мне мое внимание привел к компании AMD тем, что они тоже на этой неделе неплохо так провалились больше, чем на 6%. Хотя, в общем-то, подтверждается, что дефицит полупроводников никуда не делся и он может продлиться дольше, чем ожидалось. Вся причина в том, что, если мы говорим про AMD, то аналитики, в частности, господин Сэндлер, понизили прогноз по этой бумаге. И раньше был прогноз 140, сейчас 130. И на этом фоне бумага просела. Сейчас она стоит около 120, но плюс-минус зависит от того, когда вы будете смотреть этот ролик. И если вам потенциал этого роста до, условно, марта нравится, ну, можно попробовать. Если вам стрёмно, вы знаете, я бы, может быть, даже особенно позиции не открывала. И сейчас меня больше всего интересует, какая будет инфляция в США. И я жду, соответственно, 10 февраля. Дальше смотрим на Ford. И здесь тоже неделя выдалась не лучшая для этого товарища. Просадка больше, чем 5%. Причина тоже пересмотр аналитиками. Уже которую неделю подряд аналитики считают, что эта бумага уже сходит с позиции продавать. Вы просите покупать. И теперь её рекомендация, собственно, держать. На фоне смены рекомендаций с покупать на держать, бумага довольно серьёзно просела. И сейчас средний ожидаемый прогноз аналитиков справедливой цены чуть больше 21 доллара. Собственно, практически сколько она сейчас стоит. Поэтому на текущих уровнях я не уверена, что я бы брала эту самую компанию. Следующий момент, на который мы обращаем внимание. И это сделка, которая у меня на этой неделе очень успешно завершилась. У меня этой бумаги в моём портфеле уже нет. Это Activision Blizzard. На этой неделе вышла новость о том, что Microsoft их покупает. На этой новости бумажка сходила вверх на 37%. Где я её благополучно зафиксировала. И на этом всё. Microsoft во вторник тоже на этой новости подрос. Но опять же потом свалился. И сейчас находится не в лучшем положении. Технологические бумаги я сейчас ещё раз говорю не беру. Но можно подумать на тему компании Sony. Почему? Потому что Sony свалилась как раз на новостях об поглощении компании Activision Blizzard Microsoft. Потому что Sony конкурент Microsoft. И на этой новости есть резкие укрепления позиций Microsoft относительно Sony. В принципе, если говорить про долгосрочные какие-то инвестиционные идеи, можно в этом направлении подумать. Следующее, что, естественно, привлекло моё внимание, это новость о компании Pilotan. О том, собственно, что компания на два месяца приостанавливает производство велотренажёров и беговых дорожек из-за низкого спроса. И, естественно, высоких цен и конкуренции. Бумага сильно просела. И сейчас немножечко отросла. Но, тем не менее, я бы не рекомендовала туда заходить. Потому что, если мы говорим о долгосрочной тенденции, что всемирный локдаун уже постепенно будет подходить к концу, не есть факт, что рост спроса на продукцию этой компании будет таким же значимым, как был в пандемийный год. Поэтому, честно говоря, я бы пока подождала один-два квартала, как оно дальше будет развиваться. Лучше даже два квартала. Потому что первый квартал всё ещё плюс-минус некой пандемийный из-за омикрона. Посмотрим в сторону Китая. В Китае, как, собственно, всё на востоке не так, как в Европе и в Америке. И здесь уже тренд совсем другой в плане денежно-кредитной политики. Здесь ставка на этой неделе была снижена. Снижена она была с 2,95 до 2,85. Не так уж и, собственно, значимо, но, тем не менее, факт остаётся фактом. Это впервые с апреля 2020 года. На фоне чего это решение было принято? На фоне замедления ВВП Китая. ВВП вырос на 8,1% при прогнозе 8,4%. Поэтому замедление имеет место быть. Не очень критичное, но всё-таки, чтобы его подстегнуть, этот рост ВВП, было принято решение Народным банком Китая ставку снизить. На этом фоне китайские бумаги, особенно многострадальные, Alibaba, GD и так далее, несколько подросли, но ненадолго и вернулись обратно туда же, откуда стартовали. Поэтому, если говорить про открытие долгосрочных позиций на Китай, в принципе, можно, но я не советую делать ставки на отдельные компании. Если вы готовы заходить на долгосрок в Китай, на долгосрок это 2 и более лет, в принципе, можно. Но с пониманием, что штормить будет не по-детски. Что ещё я бы хотела отметить? Всё более продуктивными кажутся прогнозы мировых инвестиционных домов относительно цены на нефть в 100 долларов за баррель. На этой неделе мы видели практически 90. В чём причина? Опять геополитика, но на этот раз мы тут ни при чём. Здесь это ситуация в Йемене, в Эмиратах и Саудовской Аравии. И у меня был ролик на эту тему на этой неделе. Не буду повторяться, скажу лишь только то, что это добавилось уже к тому моменту, что, во-первых, общий мировой тренд – это снижение запасов сырья. И также, если мы говорим про предложения на нефтяном рынке, то, к сожалению, инвестиции в этот сектор снижаются, в виде общего мирового тренда на зелёную энергетику и углеродную нейтральность. Китай хочет стать углеродной нейтральностью к 2060 году, Европа и Америка к 2050 году. И, соответственно, ожидается, что за ближайшие 10 лет инвестиции в нефтяное производство сократятся на 30%. В результате сейчас активно наращивать производство никто, естественно, не будет. И мы имеем, получается, что рост спроса, который несколько обгоняет возможности предложения. Страны ОПЕК+, сейчас производят нефти меньше, чем им дозволено в рамках текущих квот. Стоит ли сейчас вламываться в нефть? Вы знаете, мне кажется, эта история довольно рискованная. Почему? Потому что США видят такие высокие цены на нефть, что косвенно подстёгивают инфляцию. Может, вполне об этом господин Байден уже заявлял, распечатать запасы нефти. И если они это сделают, цена на нефть, естественно, скорректируется. Она сейчас достаточно высока, и такие вероятности существуют, что США пойдут именно этим путём. Поэтому, если вы хотите открывать какую-то долгосрочную позицию по нефти, я не думаю, что сейчас прямо самое оптимальное время. Ну, а для спекуляций, да, если вы готовы держать руку на пульсе, что называется, в течение каждого дня 24 на 7. Потому что, ещё раз, есть риски, что есть со стороны США, вот эта история произойдёт. По нефти мы можем увидеть коррекцию. Если мы говорим про сырьё, то давайте помимо нефти, которая довольно серьёзно растёт в последнее время ещё, обратимся к золоту, которое тоже на этой неделе достаточно активно подросло на фоне рисков инфляции. Стоит ли заходить золото? Вы знаете, я думаю об интродэе в районе 10 февраля, когда должны быть опубликованы данные по инфляции в США за январь месяц. И вот это та дата, когда я буду держать руку на пульсе. Пока это такая спекулятивная история. Если в золоте сидите, сидите, собственно, пока инфляционные риски никуда не делись. Если вы там не сидите, то, вы знаете, на нынешнем отскоке я бы, наверное, побоялась входить и ждала бы новых инфляционных сигналов. Ближайшее, моё мнение, будет 10 февраля. Ну и давайте поговорим про Российскую Федерацию. Про Россию здесь что говорить? Мы видели все, что было на этой неделе на российском рынке. Сначала распродажа, потом опять распродажа. Во многом продиктована и сходом нерезидентов, и маржин-калами, которые просто сумасшедшим образом обрушили рынок. Но неопределенность никуда не делась. И да, безусловно, в пятницу прошла встреча господина Лаврова с господином Блинкиным. И встреча закончилась тем, что мы на грядущей неделе ждём официальные ответы двух сторон. Обе стороны должны вернуться с письменным ответом друг к другу. Мы должны вернуться с темой под названием, что нам нужно начать с отвода войск от границ Украины. Если мы хотим всех убедить, что мы действительно ничего не планируем. А в Соединенных Штатах готовят ответ на тему гарантии нашей безопасности по нерасширению НАТО на восток. Собственно, ждём следующей недели. Конечно, это вся такая долгоиграющая история. Моё мнение всё-таки, повторюсь, остаётся прежним. Я полагаю, что стороны смогут договориться на какой-то такой логичной, временно-компромиссной мере под названием... Ну, Россия, например, скажет, мы действительно всех отозвали, а Америка скажет, ну давайте мы какое-то время вам прогарантируем, что вот эти-эти-эти государства в НАТО пока входить не будут. Ну а дальше это как промежуточное решение, а дальше посмотрим. То есть я полагаю, что всё-таки договорятся, но я на этой неделе не увеличивала свою долю в Забербанке. Посмотрим, может быть, на следующей неделе что-то наращу. Ну, в любом случае поглядим. На нынешних моментах, если мы посмотрим на доллар к рублю, уже там за 77 на тех моментах, когда я записывал этот ролик. Ну а если говорить про, собственно, московскую биржу, то мы видим небольшой, как это, отскок. Можно назвать это отскоком дохлой кошки. Но насколько это серьёзный отскок, покажет следующая неделя. Поэтому, друзья, российский рынок остаётся напряжённым. Если вы не готовы к геополитическим рискам, ждите окончательного определения по данному вопросу. Вполне возможно, оно будет уже на грядущей неделе. Собственно, вот основные вопросы, которые мне хотела с вами покрыть. И я надеюсь, что вам было интересно. Если эта рубрика вам нравится, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ещё могу вам сказать, что на моём канале на следующей неделе, в понедельник, я думаю, выйдет ролик касаемо разбора отчёта X5 Retail Group, который они рапортовали в пятницу. Я хотела им уделить отдельное внимание, поэтому я буду признательна, если вы подпишетесь на мой канал, чтобы его не пропустить. И в комментариях всегда пишите мне, какие новые темы вы бы хотели, чтобы я на своём канале озвучивала. Я стараюсь всё читать и прислушиваться к вашим пожеланиям. Ну что ж, будьте здоровы, господа и дамы, подписывайтесь на мой канал, а также я напоминаю, что у меня для моих подписчиков есть закрытые стримы, но это только для патронов на Патреоне. И только для них я с этой недели начинаю уже вести портфель в режиме онлайн. Поэтому новостной фон остаётся для всех без изменений, каждую неделю буду это выкладывать. Но закрытые стримы с разбором портфеля и с ответом на вопросы будут только для закрытых стримов. О них я буду сообщать дополнительно в закладке сообщества и в роликах. Продолжение следует...